Заседание правления артиле Красный Бондарь близилось к концу, когда на пороге показался артильный сторож Матвей Горохов. Товарищи правления, вот вы все здесь, можно сказать, вся головка, и председатель Семён Никитич тоже. Хотите, увольте, хотите, что хотите, делайте. От сторожовки я отказываюсь. Не то в газету напишу, иначе нельзя. Дядя Матвей, у нас тут заседание, важные дела решаются. А ты... Нет, Витя... Ну, хорошо, хорошо. Ну, что ты хочешь? Хочу, чтобы склад готовой продукции отремонтировали. Вот что? Ты разписал вам, и всё напрасно. Ну, мыслимо готовую продукцию так держать, а? Мне что-то по-хозяйски, продукции денег стоит, а в склад хоть на тракторе въезжай. А спрашивать потом, с кого будете? С Матвея? Нет уж, благодарю за милость. Действительно, товарищи, в склад готовой продукции может проникнуть любой и каждый. Стены давно требуют ремонта. Но... Но ведь для ремонта деньги нужны. Выходит, опять непредвиденные расходы? Что скажет бухгалтер? Да, рублей, пожалуй, тысячу надо, не меньше. Ого! Вот видите? Мы говорим, что надо каждую копейку экономить, а тут целая тысяча рублей! Сто тысяч копеек! Нет, товарищи, это не по-хозяйски. Надо придумать что-то другое. Но присутствующие ничего другого выдумать не могли. Все сходились на одном. Склад нужно ремонтировать и как можно скорее. А что, если купить собаку, а? Затраты грошовые, зато польза какая. Ведь никто щепки не унесет. Да и Матвею большая подмога. Как ты думаешь, дядя Матвей, а? У меня же есть песик. Шустрый такой, шариком клич. О, да, тоже нашел собаку. Так она у тебя и брехать-то как следует не умеет. А так тявкает, не поймешь что. Один облик у нее собачий, и все. Хвости репья, уши болтаются. Наверное, извините, и блохи есть. Ну, разве можно такой дворняшке Артель доверить? Ни за что. Уж если иметь собаку, так порядочно. Чтобы она одним видом уважения к себе внушала. Ну, скажем, Сен-Бернаров. Нет, нет, не выношу Сен-Бернаров, Эрдель-Терьеров и прочих догов-бульдогов. Нет, нет. Я предлагаю остановиться, ну, скажем, на Волкодаве. А? Видели когда-нибудь? Да нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Спорите? Это не собака, а лев с собачьей мордой. Его не только жулики, честные люди будут заверст обходить, а? Доводы и авторитет председателя возымели полный успех. Через день агент по заготовкам Стучалов, снабжённый командировкой, инструкцией и, на всякий случай, пятьюстами рублей, выехал в отдалённое Омутнинское лесничество, где, по утверждению Мелешкина, держали Волкодавов. Десять дней не было вести от Стучалова. Наконец, прислать телеграмму. Задание выполнил. Шлите 300 наймам автомашины. Получение. Выезжаю. Да. Спустя три дня Мелешкин получил вторую телеграмму. Застряли в снегу. Найм буксира, также другие расходы. Шлите 700 рублей. Привет, Стучалов. Да. А ещё через неделю, гремя цепями, во двор артели въехала крытая твердонка, в которой помещалась будка с собакой и проводник. Стучалов торжественно восседал рядом с шофёром. Посмотреть на покупку собралось всё правление. Тут заходил и сторож Матвей. Вишрычи, как трактор какой. Пади рублей 50 за него бухнули. Ну что ж, посмотрим на деле, чего он стоит. Тут ведь не волков давить, а службу служить. Агент Стучалов, поправившийся, немного обветренный, чувствовал себя именинником. С чуря заплывшие глазки, он торжественно предупреждал. Ох и лют. Зверь в собачьей скуре никого не признаёт. Самому проводнику пальто в клочья исполосовал. Пришлось за 400 рублей новое покупать. А как звать-то этого барбоса? Какая-то мудрёная кличка. В два приёма не выговоришь. Ну и пёс с ней с кличкой. Будем полка нам звать. Так сколько, говоришь, отдал-то? 350 рублей. Не считая всяких других расходов. Ну, дешевле не отдавали. Немного дороговато. Зато собака-то. Кататься на ней можно. За такие деньги, небось, нас самих прокатят. Ещё машину нанял. Проводника зачем-то взял. Ему и суточный выплачиваю, и обратный проезд потребуется. Это брат тоже в копеечку влетит. А что я один стал бы с ней делать? Вас бы туда, так узнали бы. Ну, ладно, ладно, будет вам. В два счёта окупится. На следующее утро, придя на работу, члены артиле были удивлены открывшейся перед ними картиной. Дорожки не расчищены. Снег лежит с угробами. Ворота заперты. Во дворе горит большой ночной фонарь. Проспал старый качан. Небось, обрадовался, что за него животные службу несёт. Председатель хотел постучать, но в ту же секунду отскочил от ворот на почтительное расстояние. Ай! За руку чуть не тяпнуло. Вот это да. А что ж теперь делать? Ведь работать пора. Наиболее отчаянные пытались кричать и звать Матвея, но в ответ слышалось лишь злобное рычание. Может, его того собака загрызла? Не нашли общего языка, вот она его и сгамкала. Пристрелить её, чтобы живых людей не грызла. Взять ружьё, бак и поминай, как звали. Но, 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 стрелять нельзя. За неё большие деньги плачены. В инвентарной книгу записано. Стрелять. Вот уговорить бы её как. Товарищи, не как Матвей. Он есть. Это его шапка. Да вон он, вон, на чердаке. Люди добрые, братцы, выручайте. Близко подлый не подпускает. Всю ночь, чтобы денег не дани покрышки на чердаке промавился. Затем Матвей неожиданно юркнул обратно. И все услышали, как он стал зазывать собак. Полканушка, иди, собаченька на место. Иди, я тебе мяса куплю, печёночки. Иди, собаченька, собаченька. Есть! Есть! Наконец-то! Будьте она семь раз проклята. Захлопнул подлою. Загнал. Кошка помогла. Поговнала за кошкой, а я её, голубушку, и припёр. В тот же день бухгалтер стоял перед Мелешкиным и, переминаясь ноги на ногу, докладывал. Полкан-то уж в 2115 рублей обошёл с нищета и кормёжки. Ого! А чем спрашивается он лучше Матвеево-то шарик? Так? Шерсти больше только и всё. Да, из газеты тут приходили. Ну? Да, спрашивали, что, да как. Завтра жди подарка. Вот тебе и хозяйский подход. Вот это называется, сэкономили. Вечером собаку продали заведующему базой райпотребсоюза, приехавшему в артиль за бочка тарой. Продали за 50 рублей. Продолжение следует...